МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Завершающее в уходящем году оперативное совещание руководителей состоялось в кинотеатре «Искра». Из 60 МФЦ Московской области, МФЦ Ленинского района во что в десятку лучших. Ценными советами ухода за пожилыми людьми поделились участники симпозиума, прошедшего в Ленинском районе. Именно от профессионализма руководителей и людей, непосредственно занятых ходом, зависит активное долголетие и комфорт пожилого человека. Десятки Дедов Морозов прошли по улицам Видного и зажгли новогодние елки. Раз, два, три, елочка, гори! Ежемесячное расширенное оперативное совещание с руководителями муниципальных служб и предприятий провел сегодня глава Ленинского района Валерий Венцель. На встрече подвели итоги работы за ноябрь и наметили планы на ближайшее время. Но прежде всего Валерий Николаевич поздравил всех, собравшихся с принятием Советом депутатов бюджета муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Расходы бюджета в 2019 году составляют 5,2 миллиарда рублей. Расходы 5,3. Дефицит у нас составил 13,7 миллионов рублей. Бюджет также сохранил свою социальную направленность. Объем расходов на социальную сферу на 2019 год составляет 4,6 миллиарда рублей или около 90% от общего объема расходов бюджета. В целом, за минувший месяц муниципалитет продемонстрировал отличные показатели во всех отраслях жизнедеятельности. Успешно завершено комплексное благоустройство 15 дворов в Ленинском районе. Такое же количество намечено к реновации и на следующий год. На 100% выполнена программа «Светлый город», благодаря которой установлено 95 опор уличного освещения и более 200 светильников. Постоянно совершенствуется работа и в области предоставления различных услуг жителям. Так, первый заместитель главы Ленинского района Дмитрий Волков отметил высокие показатели эффективности многофункциональных центров. Из 60 МФЦ Московской области, МФЦ Ленинского района вошло в десятку лучших. У нас, несмотря на то, что за ноябрь оказано 55 тысяч услуг, более 55, среднее время ожидания от норматива 12,5 минут, составило 6,2 минуты. Кроме того, до 20 декабря будут открыты еще пять дополнительных окон. Но все же основной акцент в этой сфере планируется сделать на региональный портал госуслуг, когда есть возможность получить услугу дистанционно. Знаковым ноябрь стал для области образования. Распахнул свои двери новый детский сад «Мечта», а буквально на днях получено разрешение на ввод в эксплуатацию Лопатинской школы. Она рассчитана на 1100 человек и, в частности, позволит разгрузить Бутовскую школу номер один. Далее с докладом выступил заместитель главы Ленинского района Сергей Гаврилов, который рассказал о подготовке дорог к зимнему периоду. Современно была закуплена ПСС и переоборудована 41 единица техники, что позволило обеспечить нормативное содержание муниципальных автомобильных дорог. Также озабоченность у нас вызывала содержание дороги МКАД-Дрозн-Дюсиад-МКАД, областная региональная дорога. Но, в принципе, после встречи с представителями РОАК 7 ГБУ МОС «Автодор» в период первых снегопадов были приняты необходимые меры по обработке данной дороги противогололедными реагентами. И хотя в целом дорожные службы муниципалитета готовы к зиме, но для того, чтобы сделать трафик в этот период более комфортным, необходимо выполнить еще ряд поручений главы Ленинского района Валерия Венцеля. Когда техника проходит утром в 6 часов до 7-8 по городу видно, потом разъезжается по поселению. Вот этот график нужно, мне кажется, пересмотреть, потому что за промежуток времени с 7-8 до 12, когда техника возвращается с поселения обратно в город, уже достаточно большое количество снега выпадает на дорожное полотно, образовывается каша, но потом впоследствии крайне тяжело убирать, поэтому давайте мне предложение по корректировке играть в клубок. В заключении совещания Валерий Николаевич рассказал о подготовке к празднованию в муниципалитете нового 2019 года. Совсем скоро наших жителей ждут увлекательные мероприятия в рамках областной программы «Зима в Подмосковье». Впрочем, уже сейчас новогодние огоньки зажглись на более чем 30 живых и искусственных елках в различных уголках Ленинского района. 3 декабря в России отмечается День инвалидов. К этому событию был приурочен симпозиум «Региональные аспекты построения современных систем ухода за пожилыми людьми», который состоялся в Ленинском районе при поддержке Министерства труда и социальной защиты. Спикеры поделились ценными советами в этом направлении. Анастасия Воронина расскажет подробнее. С каждым годом пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи, к сожалению, становится больше. По всему миру проводят специальные курсы и конференции для волонтеров, готовых ухаживать за стариками. В Ленинском районе впервые организовали специальный симпозиум, в котором приняли участие делегаты различных интернатов, пансионатов, больниц, а также представители благотворительного фонда «Красный крест». Основные цели – это открыть современную повестку дня перед людьми, кто непосредственно и в ежедневном режиме занимается оказанием помощи людям, нуждающимся в посторонней поддержке. Именно от профессионализма руководителей и людей, непосредственно занятых ходом, зависит активное долголетие и комфорт пожилого человека. Многие компании, производящие специальное оборудование для пожилых людей, тоже присутствовали на этом мероприятии. Так, Каролина Кузнецова, всегда идущая в ногу со временем, пришла на симпозиум, чтобы узнать о всех новых технологиях, появившихся в мире. Нам интересно быть в курсе всех событий, которые происходят в уходе за тяжеловольными пациентами, так как это дает нам возможность подстраиваться под необходимость и под потребность тяжеловольного человека. На социальном мероприятии обсудили все вопросы, связанные с уходом за пожилыми людьми. А спикеры рассказали о развитии цифровой экономики и дали ценные советы всем пришедшим. Любые встречи, особенно когда люди общаются и коммуницируют, это всегда полезно посмотреть на чужой опыт. Сам ты ничего много не придумаешь, а заодно просмотреть, как и у кого, это всегда здорово и прекрасно. Любовь Кудры внимательно слушала выступающих. Полученную информацию она применит на работе в доме-интернате. Мы очень ждем, что если будут такие мероприятия, чтобы нас тоже ставили в известность. Поэтому очень нужная, очень полезная. И вот именно в тенденции с нашей современной жизнью очень полезная курс. Каждый пришедший сделал определенные выводы и выделил главные для себя аспекты. Компании поняли, в каком направлении им необходимо развиваться, врачи какое оборудование нужно приобрести, а социальные работники как ухаживать за своими подопечными. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Евгений Садовский, Видное ТВ. С 20 по 27 ноября в Ленинском районе прошла неделя доброты и щедрости. В шести городских и сельских поселениях района на базе 13 предприятий торговли был организован сбор продуктов питания, товаров первой необходимости и денежных средств. Помимо этого прошло несколько различных благотворительных акций, цель которых – оказание помощи нуждающимся гражданам. Итоги недели подвел Максим Козлов. Собираясь перед началом акции «Неделя доброты и щедрости» на Координационный совет, представители общественных организаций, администрации района и волонтеры и не ожидали, что она получит большой общественный резонанс. В ходе акции адресная помощь была оказана более 900 жителям, нуждающимся Ленинского района. В этом году результаты перекрыли в шесть раз прошлогодние. Собрано около двух тонн продуктов питания, предметов первой необходимости. Помимо этого, многие организации устроили дни открытых дверей. Например, в спортивно-оздоровительный центр «Дельфин» были приглашены пожилые люди, члены общества инвалидов и их опекуны. Стоит отметить, что бассейн уже давно осуществляет поддержку жителей района с ограниченными возможностями здоровья. Мы пригласили людей пожилого возраста, детей с ограниченными возможностями, проводим мероприятия в виде зарядки. Предприниматели, которые входят в состав торгово-промышленной палаты Ленинского района, передали представителю общественной организации многодетных семей «Наше будущее» несколько наборов детского постельного белья, игрушки и продукты. Мы всем помогаем, кому можем, детям и возможностям, конечно, стараемся помогать. Если еще будут какие-то акции, мы с удовольствием в них поучаствуем. Сотрудники одной из стоматологических клиник города Видное подготовили для членов общества инвалидов Ленинского района около 200 наборов для ухода за полостью рта. Туда вошли зубная щетка и паста. Наборы рассчитаны для взрослых и детей. В этом году активное участие в проведении акции «Неделя доброты и щедрости» приняли представители бизнес-сообщества Ленинского района. Вы знаете, более 30 организаций и индивидуальных предпринимателей. Ну и очень большую адресную помощь нуждающимся благополучателям оказали представители торгово-промышленной палаты Ленинского района. В рамках «Недели доброты и щедрости» салон «Красоты Марафет» открыл двери для особенных детей, их мам и бабушек. Для них сотрудники салона совершенно бесплатно творили чудеса. Придумывали новые образы, красили, стригли, укладывали и всячески креативили. Хотим подарить частичку своего сердца этим детям. Нам очень приятно было принять участие. Представители торгово-промышленной палаты посетили ассоциацию военнослужащих, уволенных в запас и отставку «Перспектива», чтобы оказать адресную помощь одному из членов организации. Они подарили современную инвалидную коляску на электроприводе и еще ряд нужных вещей. Предприниматели района, которых на сегодняшний момент объединяет торгово-промышленная палата, они, в общем-то, социально активны в этом плане и готовы откликнуться на любую помощь, которая требуется тем людям, которые им необходимы. Навестили предпринимателей и Ленинское отделение общества инвалидов. Для его участников они также подготовили самые разнообразные подарки – медицинские принадлежности, средства гигиены, лекарственные препараты. То, что делает государство, не всегда достаточно. Поэтому, когда находятся люди, готовые что-то взять от себя и дать другому, это очень приятно. В нынешнем году «Неделя доброты и щедрости» из благотворительной акции переросла в своеобразное культурное событие. Подтверждение тому мастер-классы, организованные для детей с ограниченными возможностями здоровья во второй видновской школе. Здесь замечательный коллектив, замечательные традиции. Здесь учились и учатся дети-инвалиды, которые состоят в нашей организации. И они не чувствуют себя особенными, иными. Они такие, как все. Акция «Щедрая корзина», которая проходила в рамках «Недели доброты и щедрости», позволила собрать для нуждающихся людей продукты и товары первой необходимости – игрушки и предметы личной гигиены. Фруктовные наборы для нуждающихся предоставили члены национальной культурной автономии Азербайджана. Свою лепту внесли и представители землячества пакистанцев Ленинского района. В этом проекте, по сбору этих продуктов, участвовали все члены национальной культурной автономии Азербайджанцев Ленинского района. Здесь каждый от души что-то проносил. Здесь наши друзья пакистанцы тоже участвовали в этом проекте. Все эти дни жители Ленинского района собирали в щедрую корзину кто сколько мог. Свой вклад в доброе дело внесли сотрудники и воспитанники детского сада «Родничок». Кроме продуктов питания, в том числе для детей, ребята принесли игрушки, пластилин, настольные игры. Из средств массовой информации мы узнали о том, что в Ленинском районе проходит такая замечательная акция «Неделя доброты и щедрости». И сотрудники, воспитатели, педагоги и дети нашего детского сада с удовольствием решили принять участие в этой замечательной акции. «Неделя доброты и щедрости» закончилась, но такие понятия, как доброта и щедрость, не имеют единиц измерения, как и не имеют ни начала, ни конца. Глобальная общественная благотворительная инициатива достигла поставленной цели, запущенной эстафеты добра, милосердия, желания и потребности помочь другому человеку. Впереди у нас ведь будет еще проходить благотворительная акция. Это исполни видную мечту, подарки для детей инвалидов к Новому году. Особенно радует то, что жители Ленинского района всегда готовы оказать помощь тем, кому она необходима. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. С традициями празднования Нового года смогли познакомиться гости Центральной библиотеки. Привычные для многих семейные застолья и новогодняя елка появились сравнительно недавно, а до этого торжество отмечали совсем иначе. Историю праздника узнал наш мобильный репортер. Лекция писателя Александра Черемина была приурочена к традициям празднования Нового года. Он рассказал о богатой истории торжества, начиная со времен Древней Руси. С тех пор праздник претерпел кардинальные изменения. Раньше это был, скажем так, праздник на улице. Ямарка была основным местом расположения этого праздничества. А сейчас в основном, конечно, Новый год, он у нас отмечается дома. Считают, что это уже больше домашний праздник. Лекцию Александра Черемина Надежда Цветникова слушала с большим интересом. Она признается, многого из того, о чем говорил историк, не знала. Надежда Сергеевна рассказала, что традиционно отмечает праздник в большом семейном кругу. А также вспомнила о том, как встречала Новый год в юности. Мы с подругой приготовили себе новогодние костюмы. Были мушкетерами. История праздника в нашей стране полна чудес и сюрпризов. Однако главное чудо зимнего торжества заключается в единой для всех вере в лучшее. Елки зажигают огни. Под таким названием в Видном состоялся парад Дедов Морозов. Традиционно в первый день зимы был дан старт новогодним мероприятиям. Кульминацией праздника стало зажжение огней на лесных красавицах, установленных в разных частях города. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В Видном состоялось традиционное мероприятие, открывающее череду новогодних праздников. Сотни маленьких видновчан вместе с родителями собрались в первый день зимы у главной елки города, у кинотеатра «Искра». Для детей была подготовлена большая развлекательная программа – выступления артистов, песни и танцы. Очень классно, мне очень нравится, весело. Прекрасная развлекательная программа для детей и для взрослых, чтобы взрослые тоже почувствовали себя резни, вспомнили, как весело кататься и верили в часа. Прекрасно, только холодно. Несмотря на холодную погоду, все ждали, когда придет мороз – Дед Мороз. И пришел он не один. По советскому проезду в окружении детей приближался целый отряд Дедов Морозов. Сказочные персонажи пели новогодние песни и ловили улыбки прохожих. Мороз, лишь кому куртый вас, смотри, не замерзай. Добравшись до места, участники праздничного шествия предложили детям встать в хоровод вокруг елки. Я вот каждый год приезжаю, когда к детям на праздник. Ух, а здесь так весело, так здорово. Все такие нарядные, все такие красивые. Молодцы все. Впереди предновогодние хлопоты. А значит, сейчас самое время начинать готовить подарки и поздравлять своих близких. В преддверии этих замечательных торжеств я поздравляю вас от всей души с этими праздниками. Желаю каждому из вас, всем вашим родным, близким, знакомым, отличного настроения, счастья, удачи, благополучия, веру в себя и в свои силы. С праздником, друзья! В разгар шумного веселья все собравшиеся ждали главного, когда же Деды Морозы зажгут огни на 18-метровой хвойной красавице и дадут старт зиме в Ленинском районе. И вот этот момент настал. Братья Морозы, соберитесь все вместе! Раз, два, три! Ёлочка, гори! В Центральном парке отдыха желающих станцевать под новогодние песни также собралось немало. Ждали дедушек и в других частях города, ведь там тоже установлены ёлки, которые должны были вспыхнуть разноцветными гирляндами. В недавно открывшейся для посетителей усадьбе Тима Хавасаласкина перед гостями выступил ансамбль «Гусли-рык». Здесь, кроме огней на ёлке, зажглись десятки бенгальских свечей, что создавало по-настоящему праздничную атмосферу. Мне очень нравится, дочка в восторге, весело, красиво. И хотя до Нового года ещё месяц, Деды Морозы уже начали дарить подарки, радуя малышей. Дмитрий Книга, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. И коротко о погоде. Во вторник температура поднимется ещё на несколько градусов. Днём – минус два, ночью – около нуля и снег. И в конце небольшое объявление. 3 декабря 2018 года был найден Йорк. Кобиль коротко стрижен светлой расцветки в районе улицы Советской у дома 2Б, где расположен Сбербанк. Обращаться к сотрудникам банка. И это всё, о чём мы хотели вам рассказать. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Будьте в курсе всех событий Ленинского района. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова